Соревнования по пожарным дисциплинам среди школ района. 11 учебных заведений представили команды дружин юных пожарных. Данное соревнование будет ежегодно и поэтому с каждым годом мы надеемся на большее количество участников. Ребятам предстояло пройти 5 этапов. Творческие конкурсы рисунка и визитная карточка. Наша команда! Гроссы! Наш девиз! Пока мы едины, мы не победим! Рассветали дьяволи и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила нами Катюша на высокий век на крутой. Кто-то, как эти ребята из 4-й школы, пытались поразить членов жюри умением ходить строем. А кто-то песнями и стихами, посвященными пожарной безопасности и непростой службе огнеборцев. Кроме того, участники должны были сдать специальные тесты и, конечно, практика. На этом этапе представители команд вязали узлы и страховочные веревки на время. Для пожарных это обязательное умение. Приступить! Но самая острая борьба развернулась здесь. Участники команд должны были как можно быстрее одеть защитную экипировку. Кирилл Сапашков показал лучшее время в своей команде. Говорит, к стартам готовились серьезно. Тренировались, к нам приехала наша пожарная часть, проводила нам обучение. Показывали, как вязать узлы. Показали 4 узла, пригодилось всего один. В каждой школе имеется своя дружина юных пожарных. Каждая школа подает заявку на участие в нашем конкурсе. В некоторых школах помогают наши работники, сотрудники пожарной охраны. В некоторых школах работники пожарной охраны готовятся к этим соревнованиям. Сейчас мы смотрим на выполнение конкурса надевания боевой одежды пожарного. В принципе, ребята подготовлены хорошо. Нормативы показывают, в принципе, уже приравненные ко взрослым. То есть некоторые уже практически на отлично сдают, потому что есть норматив пожарной охраны надевания боевой одежды. На пятерку это 21 секунда. А тем временем к завершению подходил конкурс плакатов. Я рисую спасение ребенка. То есть вот девочка на руках у пожарника, горящий дом, душит пожар. Такая гидработа тоже важна и позволяет донести до людей требования пожарной безопасности. Те команды показали себя достойно. И все же наиболее подготовленными оказались ребята из кадетской школы. Именно они одержали победу во втором районном конкурсе дружин юных пожарных. Денис Нитков, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.